Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Ольги Пырочкина. Сегодня глава Чувашии принял участие в совещании, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Оно было посвящено газоснабжению регионов, стратегии и программам развития этой сферы. Из Москвы передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Газификация Российской Федерации – одна из приоритетных задач. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев говорил не раз. Сейчас средний уровень газификации регионов превышает 80%. Причем сельская местность обеспечена голубым топливом на 53%. Начиная с 2005 года, Газпром и администрация регионов стали заключать соглашение о газификации, разрабатывать и утверждать совместные программы. В Чувашии за 8 лет на строительство газораспределительных сетей компания направила 512 миллионов рублей. В своем выступлении Михаил Игнатьев отметил, что в республике проведены масштабные работы. Причем средства привлекаются не только из бюджетных источников. Глава региона также заметил, что на территории Чувашии полностью завершена газификация всех населенных пунктов. Введено в эксплуатацию более 6000 объектов. Общая протяженность системы газораспределения составляет 15 тысяч километров. В интервью нашему каналу Михаил Игнатьев рассказал о перспективах сотрудничества с глобальной энергетической компанией. Газификация заволжской территории, где на сегодняшний день на самом деле населенные пункты, жители этих населенных пунктов не имеют газа. В инвестпрограмме заложено, сегодня проектируемо начато. И ближайшие два года по договоренности с Газпромом за счет их инвестиций через республики Мариэл, подключая населенные пункты, появится газ. Это говорит о том, прежде всего хочу это подчеркнуть, обязательства мы как правительство, как Чувашские республики выполняем все на 100%, и Газпром все свои обязательства выполняет на все 100%. Это очень важно. На заседании говорили о проблемах, подробнее об этом мы расскажем в наших следующих информационных выпусках. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев, Республика. Сегодня стало известно о кончине наместника Свято-Троицкого мужского монастыря Архимандрита Иеронима Шурыгина. Этот человек посвятил всю свою жизнь восстановлению монастыря на Аллатрской земле и превратил его во Всероссийский паломнический центр. Сегодня состоялось заседание Общественного совета при администрации главы Чувашской республики. Говорили об информационной открытости администрации главы республики. Существует множество средств доступа к официальной информации органов власти республики. На официальном портале органов власти Чувашии также размещается немало сообщений. Члены совета обсудили ситуацию о наличии множества страниц главы Чувашии или его пресс-службы в социальных сетях. Руководитель пресс-службы Ольга Иванова уверенно заявила, что все они являются лжеаккаунтами. И единственным официальным она назвала твиттер глава Чувашия. Министр сельского хозяйства Чувашии побывал на картошке. Сергей Павлов лично проверил, как идет уборка этого любимого в России корнеплода и заодно рассказал журналистам, что вообще посеяло и пожало Чувашия в этом году. Большая часть урожая зерновых и зернобобовых, а именно 95,5% уже не на полях, а в амбарах. Уборка этих культур в Чувашии завершается. Но работу аграрии в ближайшее время не убавится. Идут работы по севуозимых культур. Задачу мы поставили это 100 тысяч гектаров посеять план в этом году. На сегодняшний день посеяно 37,5 тысяч гектаров. Если по сравнению с прошлым годом, то это где-то 2,5 раза больше. Но здесь сильно радуются, я думаю, что не стоит. В плане того, что в прошлый год у нас были погодные условия не очень хорошие. Постоянно пошли дожди, не могли сеять. Но с учетом погодных условий этого года, я думаю, что пока идет неплохо. Вот 5 тысяч гектаров в день мы сеем. И задачи до 15 сентября основной сев о зимых культур завершить. Кроме о зимых, потрудиться представителям аграрного сектора предстоит и над картофелем. Его в республике еще только начали выкапывать. Второго хлеба уродилось достаточно, однако погода наложила свой отпечаток на урожай. Знаете, что была засуха. И особенности пострадали 4 района у нас, южные районы. Это Баттерский, Яльческий, Комсомольский, Шамушинский. А так в целом где-то в 13 районах у нас представили документы по гибели урожая. 28 тысяч гектаров зерновых и зернововых культур. Они у нас погибли. И мы документы предоставили Москву. Впрочем, несмотря на все неблагоприятные условия, отметил министр по объему производства, на уровень прошлого года регион, вероятно, выйдет. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика. Собери ребенка в школу. Так назвали приставы акцию по взысканию задолженности по алиментам. Судебные приставы исполнители проверяли имущество, оставляли требования, явки на прием, выясняли местонахождение алименщиков, избегающих встреч с судебными приставами. Акция дала свои результаты. Нашлись должники, которые после таких разъяснительных бесед погасили свои задолженности в полном объеме. Есть и такие алименщики, которые забыли про своих детей. В таких случаях у приставов есть мера воздействия на должников, арест имущества. Так был наложен арест на микроволновую печь у жительницы Московского района. Изъяты телевизоры. В обоих случаях алименщики добровольно не собирались погашать свои долги. Один из должников, впрочем, мог добровольно помогать своим детям, но не собирался этого делать и накопил долг в 70 тысяч рублей. Мужчина игнорировал требования судебного пристава исполнителя погасить задолженность. В связи с чем сотрудник управления наложил арест на находившуюся во дворе дома машину алименщика. Если должник не погасит в ближайшее время свою сумму задолженности, транспортные средства передадут на реализацию. А вырученные за автомобиль денежные средства будут перечислены на расчетный счет матери на содержание детей. Еще одна традиционная акция судебных приставов «Проверь долги, не отходя от кассы» прошла в крупном торговом центре. Посетители универмага могли убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов, налогов, кредитных и других задолженностей. За два часа к мобильному пункту судебных приставов исполнители подошли более 400 человек. Кроме информации о задолженности и оплаты долга на месте, граждане также могли получить правовую консультацию. Управление судебных приставов Чувашии напоминает, что любой гражданин может узнать об имеющихся задолженностях на официальном сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить задолженность можно прямо на сайте через платежную систему «Киви» или распечатать квитанцию и оплатить привычным способом. Готовиться к предстоящему празднику и спасатели. В этот день на усиленный режим службы заступят не только полицейские, но и спасатели. До проведения линейок сотрудники МЧС проверят школы и прилегающие территории, проведут с работниками детсадов, школ, училищ, техникумов и вузов инструктаж по безопасности. А в День знаний выйдут на дежурство в места массового скопления людей. Это случится через несколько дней, а сегодня спасатели Чувашии соревновались в пожарно-прикладном спорте. В Чебоксарах прошел республиканский этап всероссийских состязаний. В соревнованиях включают в себя самые разные приемы, которые используются в тушении пожара. Этот вид спорта относительно молодой. Развиваться он начал лишь в 60-х годах. На спортивно-тренировочной базе собрались команды, признанные сильнейшими по результатам зональных состязаний. Участникам предстояло пройти несколько этапов, среди которых подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, установка пожарной лестницы и восхождение на третий этаж, боевое развертывание. Начали соревнования со 100-метровой полосой препятствий. В этой дисциплине спасатели преодолевали двухметровый забор, подхватывали два пожарных рукава и пробегали с ними по бревну, а потом подсоединяли к разветвлению стволу. Чтобы пройти полосу успешно, нужно обладать скоростью спринтера и ловкостью гимнаста. Сам по себе пожарно-прикладной спорт требует большой концентрации сил, внимания, умения быстро принимать решения и даже смекалки. Вот на таких соревнованиях тренеры примечают лучших участников, а потом включают состав сборной команды, которая в свою очередь представляет республику на крупных состязаниях. Сборная команды в последние два года у нас попадает на чемпионат России от привозка регионального центра на уровне с такими мастерами команд, как Татария, Башкирия и наша чувашская команда занимает даже в масштабах не только регионального центра, в масштабах России находится среди 86 команд, находится на 13 месте по рейтингу. И член сборной команды Чувашии Марков Родион у нас по итогам выступления в этом году попал в сборную России по пожарно-прикладному спорту и будет участвовать, скорее всего, в соревнованиях в Южной Корее. Чувашские спасатели не только соревнуются, но и оказывают реальную помощь. Напомним, что 20 августа восемь спасателей из республики вместе с коллегами из Нижегородской области, Мордовии и Мэриэл, вылетели на Дальний Восток. В настоящее время спасатели находятся в Хабаровске. Они ведут аварийно-спасательные работы, а также оказывают помощь местному населению, сообщили в МЧС по Чувашии. Кроме того, сотрудники МЧС перечислили однодневный заработок в фонд помощи жителям пострадавшим от наводнения в Амурской области. Чувашские спасатели пополнили счет для пострадавших на 520 тысяч рублей. Все желающие помочь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке также могут перечислить деньги на счет, который вы видите на экране. 23 августа страна отметила 70 лет со дня победы советской армии в битве на Курской дуге. Самое крупное танковое сражение в истории длилось 50 дней и 50 ночей. Но дух русских солдат немцам так и не удалось сломить. На мемориале в Курске прошел масштабный парад. Ветераны с разных регионов России приехали сюда, чтобы почтить память погибших в той страшной и безжалостной битве. Наша землячка, участница Курской битвы, Агриппина Янович, лично побывала на параде. Наш корреспондент Татьяна Филатова встретилась с ветераном и узнала жизнь и судьбу этой героической женщины. Война на фронте для 17-летней Агриппины началась с 42-го года. Девушка до сих пор помнит, как привычная жизнь поменялась в один момент. Повестка военкомат пришла неожиданно. Только начали веселиться, заходит исполнитель сельского совета. Ну тут все замерли. Сельсоветский исполнитель так по ночам не ходит. Все поняли это, понимают это. Ему самому неудобно что-то сказать. Агриппина говорит, на твое имя повестка есть, завтра в военкомат надо идти. После двух месяцев учебы Агриппина попала в 18-ю гвардейскую дивизию. Санитарам и полевым врачам на фронте приходилось нелегко. Ответственность за жизнь солдат и желание их спасти утопала в море смертей и мучительных криках. Непрерывным потоком погибшие сменялись новыми ранеными. И так день за днем. Земля трещется, блин, даже и трясутся. Вот эти огны. Ой, как страшно было это первый раз. Очень страшно было. Мы теперь палатки поставили, ездовые раненых привозят. Мы должны их принимать, раздевать, раны посмотреть, историю болезни составить. Для врача, для операции полностью готовить надо. Курская битва стала ключевым сражением в Великой Отечественной войне. 5 июля 1943 года немецкие войска атаковали силы Красной Армии. На счету врага были тысячи танков, самолетов и орудий, сотни тысяч солдат. Но, к счастью, разведка уже знала о планах противника и имела ощутимое превосходство. За пять дней ожесточенных сражений немцы сдали свои наступательные позиции и перешли к обороне, оставив на поле боя тонны искореженного металла. Только в сражении под Прохоровкой с немецкой стороны в бою участвовали около 700 танков. Советская армия обладала небольшим перевесом – 850 танков. Слова немецкого командира Гюрса как нельзя лучше передают все происходившее на тот момент. Это был ад. Победа в Курской битве далась нелегко. И победили в ней не танки, а люди. Настоящие герои, которые сражались за свою родину, за своих близких. Спустя 70 лет память о них жива и будет жить вечно. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Именно такой была гимнастика в знаменитой песне Высоцкого. Сегодня все больше людей занимаются спортом. Быть здоровым стало модно. Берендеевский лес – одно из любимых мест для занятий физкультурой среди чебоксарцев. Теперь в парке появилась современная спортивная площадка. В любое время года в Берендеевском лесу можно встретить как профессиональных спортсменов, так и просто любителей пробежки, ходьбы и прогулок. Здесь тренировались многие чемпионы мира и Европы, и даже олимпийцы. Тут уже я много лет сама занимаюсь на этой площадке. Очень много больших выдающих спортсменов постоянно здесь занимаются. И, конечно же, большая возможность и для наших остальных горожан полюбить спорт и заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. В Берендеевском лесу с появлением спортивного городка станет еще оживленнее. Надеются в городской администрации. Я в первую очередь хочу поблагодарить тех спортсменов, которые прославляют наш город, и тех любителей спорта, которые ведут активный образ жизни. Но хочу поблагодарить строителей. Мы раньше приходили на эту площадку, постоянно бегали, зимой на лыжах катались. Но теперь намного лучше стало. Больше снарядов различных. Даже маленькие дети могут позаниматься. Очень хорошая, прекрасная площадка. Маленький Василий уже сейчас, хотя ему два года нет, уже пытается по шведской стенке подниматься. Я приходил сюда и бегал, катался на лыжах, занимался на старых тренажерах. Теперь поставили новые тренажеры. Я очень рад и буду сюда приходить всей семьей. В ближайшее время рядом со спортивным городком появится новое современное здание для спортсменов, которые здесь готовятся к различным соревнованиям, пообещал глава города Леонид Черкесов. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков совместно с Чебоксарским городским дворцом детского и юношеского творчества объявляют набор учащихся восьмых классов в детскую полицейскую академию. Заявления о приеме в академию принимаются до 20 сентября в Чебоксарском городском дворце детского и юношеского творчества. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА